Матч 3 победы, 6 очков и лидерство в своей группе. Группа Витч и Гейминг занимает последнее место. И за 3 матча только 1 победа. Даже если сейчас выиграют, я думаю, это будет... Да не будет это вообще ни слабым, ни каким бы тишением для своих фанатов, для себя лично. Но тем не менее, посмотрим. Может быть, возьмет кто-нибудь, какого-нибудь Бладсикера, покажет, как на нем работает Аганим, как на нем работают 2 ультимейта. Или не будет такого. Кто его знает. Бэтрайдер, Висп и Визаж. Первые 3 пика от Роти Кея. Ну и Дум Дизратор. Тайдуха заезжает для Ихоум. Ихоум вообще изначально большие вопросы в первой игре показали со своим пиком. То есть он изначально был не под Витч и Гейминг. Было, разумеется, им проблематично на стадии лейнинга что-либо придумывать. После стадии лейнинга Фантом Ланцер себя уже начал хорошо показывать. И Олд Чикен, несмотря на то, что начинал игру там с кода 0-3-0, собрал себе Тараску, Диффуза и бегал с кода уже 9-3-4. Но раз закидан, два закидан. Я имею ввиду, когда Асларк подловили от Элэйвена. Сделал он байбэк. Побежали все пятером на Рошана. Сделали Тим Вайп. Потеряли две стороны. Потеряли игру. Буквально все за пару минут. Переменилось. Но посмотрим, как будет здесь. Заезжает сюда Акс. И у Витч и Гейминг вырисовывается очень интересная игра. А именно, инициация от Бэтрайдера. Это тот самый Акс с виспом, который прилетает на Релокейте. И, соответственно, Овнет, Овнет, Овнет. Но здесь очень много жира. Очень плотный Дум. Очень плотный Тайдхантер. Ну, Дезераптер здесь, конечно, будет отваливаться очень быстро. Но, опять-таки, стадия Ленингов. Она будет очень сильно здесь решать. Конечно, после выхода патча 6.87 Многие там сразу говорили Вот, Акс будет новой метой. И в каждом матче, будь то в пике, будь то в бане. Но тут пока сомнительно. То есть, вроде где-то он заезжает на Европе. Можно увидеть на Америке. Но не так, чтобы как наступила у нас в 86-м патче эра инвокеров и деваверов. Инвокер по-прежнему, конечно, актуальный герой. Но девавер в принципе пропал. Вообще. Хотя, девавера постигла судьба не Шторм Спирита, где героя просто убили. Да, ну вот разве что Аганиму добавили. Вот на Америке, кстати, вот кто смотрел переведение американских квалификаций, там Шторм Спирит также заезжал. Ну, в свою очередь, девавера ослабили. Ослабили значительно, но герой... По мнению некоторых специалистов, не будем называть их имена, по-прежнему является актуальным. Герокоптер заезжает для Ихоум. И они, кстати говоря, в свою очередь, тоже все достаточно неплохо выглядят. Как раз таки под какого-нибудь, хотелось сказать, фейслисвайда. Но тогда куда здесь Тейдхантер отправлять? Разве что в центр, да? Тайдух, конечно, будет стоить сложный. Герофармить. Дизраптор будет, разумеется, герокоптера бэби-ситить. Такая очень жесткая дабла с хорошим прокастом. Ну и, соответственно, Дум здесь будет на позиции саппорта. Я так понимаю, это будет, как и вчера, в исполнении Олд Ланема. Вот, кстати говоря, интересный момент. Ланем еще буквально месяц назад играл на позиции мейнкэрри. Сейчас просто уходит саппорт. ДК заезжает у нас на центральную линию для Фенрира и его компания. ДК, которого IceFrog аппет из патча в патч. Я так понимаю, это будет ДК против Акса стоит на центре. Акс с виспом. Наверное, как-то так будет вырисовываться. Вот вчера на Европе, не помню, какие команды играли. Можно было наблюдать такую ситуацию. Антимейдж. Ласт пик для Вичи. Вот он и мейнкэрри. Ну, не знаю, в принципе, пока у Вичи Гейминг все неплохо было до пика этого антимага. Потому что, по-моему, здесь немного выпадает из этой пятерки героев визаж. Потому что пока не совсем понятно, куда он здесь пригодится. То есть, вроде как контроль есть. Есть Акс, есть Бэтрайдер. Но, опять-таки, это контроль себя будет реализовать, когда появится необходимый артефакт. А именно, блин, это гера. Ну, или же Форса. Тем более, даже если здесь Акс отправят на центр. Ну, а в принципе, да, сетевая на него садится. Не особо это такая уж и контра Драгон Найт. Потому что Драгон Найт тот герой, которому, если не дает фармить на центральной линии, он не парится. Он просто подходит, дает брифайр и обузит бутылку. Все. Больше для него ничего не надо. Соответственно, если там Акс идет в Кантер Хеликс, а ему по-другому идти. Ну, Макси Баттлхангер, короче, создатель Аптон 3 спелл. Дело такое. Ладно, поехали по составам команд. Вич и Гейминг ведут у нас 1-0. Хьюм будет играть на сервис на Виспе. Товарищ Бёрнинг. Это у нас Визаж. Ротики будет играть на Бэтрайдере. Сайлар. Энди Мейдж. И Сетевай будет играть на красном-красном аксе. Небогато. Ну и ребята из Яхо. Гирокоптер. Он же Элевен. Олд Элевен Чикен. Олд Чикен будет играть на Драгонайте. Ланэм сел на Дума. Айсайсайз будет играть на своем суперсигнатурном Тайтхантере. Вчера он показывал шикарнейшую игру. Ну и, соответственно, Федерир будет все дело саппортить. На Дезерапторе. Игра вторая. Игра последняя. После этого матча, господа, китайский регион только набирает свои обороты. И мы с вами уже переключаемся на группу Б. Там нас ждут команды. Будет матч Ньюби против Тонфу. И потом последняя завершающая игра, решающая во многом, также будет в данной группе. Это Ньюби против Ньюби Ян. Ну а ситуации в группе Б. Я думаю, немножечко позже мы с вами рассмотрим по порядку. Давайте будем идти, не забегая вперед. Здесь вот в группе А интересный момент. То, что, ну, Ихом, понятное дело, уже первое место. Независимо из того проиграют они здесь. Либо же возьмут все-таки ничью. Будет у них 7 очков. Там очень интересный момент по поводу второй позиции. Потому что И.Г. Виталити сыграли 4 матча. И имеют 5 поинтов. И там параллельно должен идти матч. Сейчас скажу, какой. FTD Клуб Б против Сидек. И если Сидеки выигрывают. Да, Сидек выиграли. У них по 5 поинтов. И в личных встречах Сидек сыграли в ничью с И.Г. Виталити. А это значит, по идее, должны быть переигровки. Смотрим, мы разомка по линиям. Здесь все очень интересно. Антимаг в миде против ДК. И куда у нас отправился Акс. Акс-то у нас фармит. Под присмотром Бернинга. Круто, круто. Здесь у нас Бэтрайдер. Причем Бэтрайдер против Дизраптора. Но это дело такое. Если что, Фенериру Глимсанет. Но вот пока Рутка не боится. Рутка также на сапоге. Приходит еще Элеван. Погонял Барейджем. Ну, интересно. Я разомка по линиям. То есть. Драгонай тот герой, который. Обузит Боттл. И Брифайром. Фармит Крепцов. Здесь может, соответственно, один на один поговорить с Антимагом. Но, как мы видим, Сайлар идет очень четко. Вкачал себе Мана Брейк. И Ол Чикин вообще без Мана. Да, центр пока проседает. У Ихом. Нужна сюда какая-нибудь подкрепа. Нужна. Но, опять-таки, кому сюда прийти? Если Дизраптор будет приходить помогать. Тогда, соответственно, Гирыч будет проседать. На топе тем временем приходит Виск. Вглезается Ланема. Ланем. Дает клэп от Урсы. Ну и Сетюай. Сетюай бежит за Думом. Ну и Хьюм. Разумеется. Не отпускает. Дума АФБ достается. Аксу. Баттлхангером. Дожег он Дума. Ну, такая себе помощь. Вичи Гейминг. Начинает вторую игру. Не менее бодро, как и первую катку. Кстати говоря, интересно, какой это будет антимаг. То есть, может быть, это будет олдскул. Антимаг медовый через какую-нибудь там Вангвард. Ол Чикин. Ол Чикин без Маны. Есть у него еще один заряд бутылки. Отправляется наверх, поднимает Бамтируну. То есть, там какой-нибудь Вангвард. В общем, без БФ, другими словами. С другой стороны, если все у него будет хорошо. И по завершении стадии лейнинга целиком полностью он перекосит ДК. Может быть, и пойти в БФ. Кто его знает. Пока они идут 9 на 2 против Драгонайт 11 на 1. Но он Чикин понимает, что он будет все время практически здесь стоять без маны. И максит себе пассивочку. То есть, можно лицо в лицо говорить с антимагом. Но он будет все время без маны. У него броня 12. На третьем левле, это, конечно, вообще грязь. Сопротивление физическому урону 39%. Смаков не пробивает. На топе тем временем. Загрели Ланэм. Здесь огромное количество крипов. Ланэм умирает. Наверное, все-таки есть смысл сайдсайдс одного ставить. Да, может быть, не так много здесь Сайтхантера крипов заберет. Но, во всяком случае, просто дум не будет фидонить. Потому что это пока такая себе медвежья услуга. Приходит Хью. В мид помочь Сайлару. Но не пробивают Драгонайта. Если здесь еще Улд Чикен возьмет на пятом левеле пассивку в 3. Ну, я не знаю, его тут всем пиком не завалить будет. Хотя, конечно, Брифайр надо брать. Брифайр тот спел, который очень сильно апнули. Ну, фармящий Акс. Посмотрим, во что здесь Брифайр выходить первым айтемом. Но, я так понимаю, будет Вангвард. Да, есть у него Ring of Health. Хотя, может быть, просто колечко купил. Да, на стадии лейнинга. Пусть будет. Все-таки ранний блинк. Это также не менее круто. Бежит Олд Чикен. Надежда забрать руну. Здесь уже и Висп. Ланэм. Подбирает Драгонайд Дабл Дэмэдж. Хьюмон спить получится ли. Нужна мана на стан. Санаткается через 3 секунды. Есть еще чарж бутылки. Ну, и просто Брифайром сдувает саппорт команды Вичи Гейми. Здесь также еще и Бэтрайдер. Подтягивает сюда и Визаж. Подтягивает сюда еще и Сити Вай. Но Олд Чикен нацепить не получится. Олд Чикен далеко на сапоге. Ну, еще становится 2-1. В том, тем временем, внизу зафармился у нас Элевен. Элевен 5-й левел. Он на фейзах. По Кирстату также у него все хорошо. Ну, и с получением ультимативной уже можно будет как-то помогать в своей команде. Олд Чикен пользуется тем, что у него дабл дэмэдж. То есть, поагрессировал. Еще и Катапульту добил. Правильно, нечего фармить. Вот так вот тебе копьем, копьем. Правда, без маны я, но да ладно. Такое. Салар у нас раскачивается. Блик на единичку и монобрейк также взял. То есть, в принципе, одного монобрейка здесь хватает. Для того, чтобы полностью Апанин стоял без маны. Тем временем, Ланэм как-то уж слишком нагло забежал во вражеский лес на троих. Смотрите-ка, вообще никого не боится. И как сейчас бы убить Бэтрайдера. И получается это сделать у Ланэма прекрасная игра. Бэтрайдер, который покинул нижнюю линию в надержанной фарме быстрее Блинк Даггер. Но Ланэм, конечно, здесь сам склеится. Но очень много времени он выиграл для своей команды. И разменялся также очень прекрасно. И четвертая позиция на пятую. Это на третью. Конечно же, это всегда очень круто. Тайдхантер у нас вынес 22 крипа из Асайса. И также у него будет скоро уже ультимачин. Есть манга. Но Толк Чикен по-прежнему без маны. То есть, вроде как у него есть левел. Есть там некий прокаст, да. Там Брифайер, ультимейт. Но опять-таки смысл здесь от замашенного Брифайера, если ты все время без маны. Пока что. Вангвард появляется у Акса. Акс здесь будет долгое время, конечно, очень плотным. Таким героем. Потому что еще подвеском и ранний ЛГ на седьмой минуте. Ну и дальше можно уже выходить в какой-то Блинк Даггер. В принципе, здесь некие Траквиллы и ПТ на них смысла брать. И так по Атхиллу все очень хорошо. Целлару разминают. Здесь Ихума очень бодро. Начинает такой легкий подпуш в ДК форме. Приходится вичигейм прожимать Портификейшн. Ну и там тем временем внизу так же правильно пушится. Элевен с включенной базилкой. Надо, разумеется, добирать Аквиллу. У нас в прошлой игре было большое количество фрагов. Там за, сколько, 25 минут. В основном, или 52 фрага. Здесь пока начинается, пока достаточно спокойнее. А если я сейчас, то есть смысл подключиться уже к своим тиммейтам. Реализовать рейбидж. Если будет хорош, то мои, например, Сетивайб прибегают сюда. Сквозь лаги. Но Тланем пока хорош. Даже несмотря на то, что в начале он два раза нафидил. Очень четкий фраг сделал, отправив Бэтрайдера в таверну. Ну и скоро у него же будет. Частой лэб. Нет фортификейшн, у Вичигейминг и... Разумеется, нужно пушить. Все-таки пуш потенциал у Вейхоума очень сильный. У них ДК, у них гирокоптер. Гирокоптер в тысячи стон руках. Пока ЛЛ не стал себе... Грэддить базилку Ваквиллу. Да, минус первая вышка. Которую достается крипам. Как так-то? Так, фокус по Фенриру. Еще под Андерстракинг летает РТК, но... По-прежнему все живы. Приходит Олчекин, встан по Солару. Сдуло, просто сдуло. Крипа под названием Антимаг. Но Хьюм нацепить уже не получится. 1600 на руках у гирокоптера. Ну, уже надо с чем-то определяться, чтобы себе Олд и Левен перекупать. Ранний Радианс. Да, разумеется, Доминатор. Ну и фармить, фармить, фармить. Счет 3-3 за 9 минут. Топовый крипстат за Аксом. Ну, Акс здесь просто себе супер шикарное чувство. Взял все себе. Стивая Транквилла. То есть, может как и в лесу фармить, так и на линии. Ну, кстати говоря, вот в этом плане, может быть, есть смысл как раз-таки в лес немножко отойти. Дай там саппортом поднять шестерилла. И, разумеется, в первую очередь имею в виду товарищ Хьюм на Виспе. Ну, и самому там вынести блин. А по Нетворсам. Топовый Нетворс также за Аксом. Два фрага еще сетевая имеется. Ну и смотрим мы на графике. Преимущество за Ихоум. 2000 плюс. По экспириенсу также 2К. Они забрали всего лишь пока одну вышку. Вот там внизу тавр также каленый. 380 хитпоинтов. Ну и Alt-11. Скоро его уже будет забирать. Ну, пока такое замедление игры, вне всякого сомнения на арку Виче. У них все-таки пик достаточно рискованный. Нужен им Блинк Даггер на Аксе. Нужен им Блинк Даггер на Бэтрайдере. На тот самом Б-Эре. Который отдал линию. Целиком полностью герокоптер ушел в леса. И там в лесах фиданул Думу. Ну вообще просто супер сыгран. Да, есть вторая вышка. Забирает ее Герыч. Ну и Содесса и Нетворсы. В пользу их ум растут еще сильнее. Тем временем, Alt-11 находит Сайлара. Вот так вот тебе Дум в лицо. Шелк и Вейв. И по третьей земле. Приходится до Хьюм. Не спасает своего мидера. Тем временем, Айсайсайс гоняет здесь Бернинга. Не хочет, чтобы Бернинг получил экспириенс. Бернинг прилетел в надежде получил шестой. Будут у него фамильяры. Но тем временем, на нижней линии умирает Бэтрайдер. И можно еще дальше подпушить линию. Почему бы нет? Конечно. Как же здесь тяжело все-таки Роти Кей. У него Блинк Даггер должен был быть уже, я не знаю, там, минуты 2-3 назад. Смерть вот эта, случайно, от Дума. Сейчас еще Фиданол. Ну такое. Драганай, в свою очередь, у нас имеет 2000 руках. Холл Чикен. Может быть, в какой-то армлет выходить. Потому что если разгоняться по статам, особо нет смысла. Даже интересно, что Монопол этого героя все время достаточно маленький. Все равно, что Монавоид, в личный раз, неприятно. В те время, Релокейт на 11. Начинает уже комбиниться, комбиниться, связочка. Вис плюс Акс. Ну и все самое интересное только впереди. Кстати говоря, вот по этому поводу Акс, может быть, себе Блинк Даггер-то и не будет вносить. Ну, сразу не подтверждает мои слова. Сетевай покупать. И так же появляется Блинк Даггер на ДК. Ага. То есть, считает количество жира, ул Чикен, который у него есть, достаточно для того, чтобы торговать лицом. Ну, посмотрим. Потому что здесь будет врываться ДК, здесь будет врываться Тайт Хантер. Айсайсайс пока решил сыграть через Мекку. Есть врыв на Сетевая. Сетевай. Есть второй Фамильяр. Реведж по Сетеваям, по Тандерстрайке, минус Акс. Да, Акс убивает. Успел, конечно, загореть перед смертью, но, тем не менее, ДК забирает Стридж. Целых 340 монет. Визидж, обратите внимание, имеет у нас Пойнт Бустер. И будет выходить в такой быстрый Аганим Септер. Ой, не Висп, Висп, конечно же. А по Виспу у нас Висп шестой левел. Здесь вот чуть-чуть, конечно же, Игорь Хьюма. Хьюм поставил после себя такое достаточно непонятное впечатление после первой игры. Я имею в виду. Вроде как очень бодрый у него был закуп. И реализовал он его, отдав фбетом на 20 секунде. Потом 20 минут отыграл очень шикарно. Был вообще везде сушь. Потом опять начал выполнять какой-то вообще непонятный гейминг. Но, такое. У нас тем временем, временами Perfect World начинает показывать, что он из себя стоит. Какие-то лаги, подлаги. Но я все время акцентирую на это внимание, дабы вы там не думали, что у вас какие-то проблемы с интернетом, с браузером. Все время вам, разумеется, буду говорить. Есть ситуация здесь от нас никак не зависящая. Никак на сервакима повлиять не можем. Но если уж будет как-то слишком люто лагать, как это было вчера, дабы не смотреть пошаговую стратегию под названием Дота 2. Будем тогда принимать меры, как-то рехоститься, перезаходить. Да, Курьер также отъехал в таверну у Яхом. Очень богатая кура. Здесь мека была для Тейтхантера, конечно же. Вот Айс Айс Айс. Занимается фармом вместе с Улд Чикином древних крипов. Причем эта ситуация напоминает классическую ситуацию из паблика, где Геррокоптер или какой-нибудь Свен делает себе крипов, стакает, стакает, стакает. А потом приходит Тейтхантер с Драгонайтом и все это забирает. Ну да ладно, здесь идет все. Нужно направление, разумеется. Здесь что, и будут эти стаки достать Геррокоптеру, есть свои плюсы, и стаки, которые достанутся Тейтхантеру, также хорошо будет, гораздо быстрее Блинкдаггер. В Самоке сейчас находится и Холмс, забегают они в свой лес, видят фаерфлай от Бэтрайдера, ну и понимают, что пришло время драться. Айс Айс Айс, как же ему не хватает Блинкдаггера, Фенриер. Глемсонулся, Эйлара, есть реведж по антимагу и прекрасный релокейт от Виспа под... Увозит подальше своего мидера, но дальше выгрызает от Ланем, Сайлара, кидает на него дум, антимаггерская отправляет в таверну, тем временем Сетивай гонится за Фенриером. Фенрир прекрасно кинетикфилм, но несмотря на это все, что отправляет в таверну, а здесь же Олл Чикенс, Блинка, дает стану Сетивай, лоу хп-шный Левн успевает повесить ракетку. Ваксо, Роти Кей ворвался, Лассо, Ланемо, Роти Кей умирает. Сетивай также должен отъехать, Сетивай, либо же зарубить напоследок. Ланемо, там все такие каленые, но это трипл килл для Айс Айс Айса. И все это было без Мекки. Кура только вот раздуплилась. А что делает Хьюм? Господи, что делает Хьюм? Я только вспомнил о нем, как он отыгрывал игру номер один на Леоне, временами закидывая просто чудовищно. И вот сейчас повторение истории. Это еще не все, там Драгонайтд спил Сейлара. Нет, это все. Сейлара он здесь не убьет. И у Драгонайтд готов рамлет. И вот появляется второй Блинкдаггер в команде у Ехоум. Блинкдаггер на Тайдухе. Тайдуха сейчас просто такая машина убийства. У него Мекка, у него Блинк. А что Мекку не привезешь? Айс Айс Айс. Привози Мекку. Вот, конечно. Осталось только запас мана поправить. Да и Кларити возьми, у тебя Кларити встреча. Так, ну что ж, смотрим мы по графикам преимущества за Ехоум 7.5. И по экспириенсу у них так же все хорошо. Вот игра номер 2, чистая копия один в один первой катки. Сейчас у нас к 30-35 минуте будет казаться, что все, Ехоума сейчас вот уже будут заходить на рампу. И игра у них в кармане. Как пойдут потом непонятные байбеки из Экидона от Элевена. Ну да ладно. Смотрим, Ехоум сейчас в Смаке. Хотят они не реализовать Блинк Даггер на Лейт Хантере. И дожди тоже, что Рэйвач будет через 15 секунд. В рэйв на Бэт Райдера. Ротикей умирает. Да, там было без шансов для Бээра. Ну и можно попушить. Что здесь, все вместе. Почему бы нет. Ну вот чем теперь драться, непонятно. Бернинг. Да, гоним у него еще 1500. Варвался с Ти Вай. Налан Эмма. И сразу Рэйв же до Сайсайса. Все это под проказ Дизраптора. Глимсанули. Сайлара, Сайлара отправляется. Пока еще живет. Все-таки замакшенный Блинк дает о себе знать. Ну как-то не было. Висп склеился. Ну и чем теперь драться пока непонятно. Что у нас по Антимагу? Антимаг все-таки, да, выходит в БФ. Возможно это отчасти ошибка. То, что видим мы. Нетворс у него в середине таблицы. Хотя центральную линию он стоял вполне неплохо. Ну и остается последняя внешняя вышка у Виши Гейминг на топе. И хоум кормильцы потейте. Да, первая игра, конечно, здесь у многих вызвала бурю негодования. Как так? И хоум три матча, три победы. Со всеми разделались очень легко и просто. И вроде как в этой игре также являются явными фаворитами. Но вот первая катка показала, что... Ни разу не так. Может быть легкомысленно относятся. Все-таки когда ты понимаешь, что дело-то уже сделано, да, и нужно малой кровью здесь отделаться. Ты немножко расслабляешься. Что было и в первый кат. Но с другой стороны, если бы и хоум не хотели бы играть, мы бы давно уже с вами это поняли. Мы бы увидели с вами какие-нибудь там, не знаю, рекимару, снайперов, бэсов и просто фангейм. Ну так вот, если смотришь на пик и хоум, здесь ни разу никакого фана нет. Набрали своих сигнатурочек и потеет, потеет, потеет. Очередной смоук. Но идут в атаку. Также собираются в пятером Виши Гейминг. Разбивают смоук. Ну и кто кого. На лоу граунде сейчас находится и хоум. Олд Чикен спадает смоук. Ворвался, как же четко. Набернинг, сразу ультимейт. Ротикей. Лассо на Олд Чикен. Он, разумеется, очень толстый. Забрить его не получится. Финрир отправляется в таверну. Хьюм лоу хпшный. Дум на сетевая, сетевая. Также домой. Три в одного размен. Ну и антимаг вообще ничего не может сделать. Он даже сюда не пришел. Но Сайдвар хотя бы своим замашенным бликом мог бы, не знаю, там, банально прыгнуть, дать манавойт, его пытаться на ноге как-то убежать. В принципе, потеносил 1100 хп, даже 1200. Ну, могло бы ему это позволить. Ну, как-то вообще пока некрасиво. Ну и, разумеется, по графикам все дальше и дальше. И хоум отрывается от своих оппонентов. Ну и дело-то идет к рампе. Очередные стаки для гирокоптера, гирыч. 2500 руках. ССС ему не дает фармить. Мое. Стакаешь для себя, но эншенты мои. Олдчикен в погоне за антимагом. Вот тебе Инфернал Блейд. Вот тебе Станция. Лар живет. Есть очередной блин. Что будет ли дальше как-то врываться? Ну, блин. Олдчикен в очередной секунде. Разумеется, не догнать пока что. Появляется Блейд Мэйл на Аксе. Возможно, нужно было как-то скидывать Блейд Мэйл пораньше-то собрать. Хоум. Хоум огроменные проблемы здесь еще. Ай-сай-сайз. Блин, забыл, как эта тема называется. В общем, вы поняли, как он на спине плавает. Не анимация, а как же она? Насмешка. Насмешка, точно. Радиант's middle tower is under attack. Ай-сай-сайз. Гаш по виспу. И вис просто растопает. Куда что вылетаешь, родной. Исгерокоптер рядом. Возумеется, тебя никто не отпустит. Но надо ждать, Вичигейминг. Нужно ждать, пока вот этот молодой человек из себя что-то начнет представлять толковое. Но опять-таки, ему... Вот в таком пике уже у Хоум в такой... В таком бусте. Ему столько айтемов антимагу надо. Наверное, есть смысл просто играть в сплитпуш доту. Ну, действительно, он врывается на блинке и его не отпускает. Там на него думы, реваджи, все что угодно на него накинут. Нахосить Вайс. Вайс с Блэдмейлом. Дает колдам. Нужен ревадж. Есть ревадж. Отдайся, отдайся, отдайся. Твой минус. Переходи сюда еще и Хоум. Можно еще и Хоум убивать. Есть смысл зриться на Ротике. Ротике, ну помоги же ему, дай блинк. Ротике, я тебя не знаю. Дабл кюл Дэлевена. Вообще там, да. Если бы ты зрился на Бэтрайдера, висп погиблины вдвоем. Ну пока какая-то вообще неважная игра. Отвич и гейминг. Ротике, вид Элевена. Элевен сразу посадил на ракету. Потягивает сюда еще и Сайс, и Сайс, и Сайс без маны. Ракет летит, ракет летит. Ракет летит на базу. Форстап появляется у Бэтрайдера. Тем временем на топе. Учеки, находится Эллара. Есть блинк. Есть стан. Перетягивает сюда Финрир. Глимсанули антимага. Под статик шторм, кинетик филд. И антимаг умирает. Формим на телепорты. Договорняк 1-1. Да нет. Господа, это Манила Мейджор. Здесь никакого договорняка в принципе быть не может. Даже в последних матчах, которые не имеют абсолютно никакого значения на групповом этапе. Просто для таких команд, которые встречаются на своем регионе, которые являются, как говорится, заклятыми врагами. Да, ну, для фанатов там в первую очередь. Это всегда дело принципа. Обыграть друг друга. У нас их хом категорически не хотят идти вперед. Они хотят просто гонять по всей карте Вичи Гейминг. А Вичи Гейминг их избегают. Айсайсай срывает через 50 секунд. Выходит в линькин сферу. Да, будет линька. Погоня за Бэтрайдером. Бэтрайдер под Фаррифлайем. Бэтрайдер под Думом. Есть у Виспари Локейт. Есть Глимс от Фенриера. Кинетик Филд. Ротикей. Ох. Ну что тут произошло с Вичи Гейминг за время перерыва? Я не понимаю. Это совсем другая команда стала. Абсолютно. Да, они, возможно, взяли какой-то рискованный пик. Очень нестандартный, интересный. Но пик сам по себе логичный. Были очень грамотно расставлены линии. Антимаг против Драгонайта и Мидии. Антимаг себя хорошо чувствовал. Фармящий Акс. Причем, которого очень сильно забустил в начале ЛАНМ. Своим дабл фидом. Но потом все пошло поехало. И в первую очередь... Глимсанули. Да, Глимсанули сетевая. Эх, сейчас бы базу подефать. Ребята, подождите, не сносите, я бегу. На него еще ракету посадили. Да. Подождешь, без тебя снесем. Ой-ой-ой, там Курьера подрезает. 7000. Стоимость Курьера. Ну и в Куре была бабочка. И Плэтмейл. Да. Дума. Ну в любом случае... Это никак не влияет на игру. 25-ая минута минус нижняя сторона у Вич Гейминг. Хотя казалось бы, и хороший тайминг на Аганим у Визажа. Там Визаж 9 левел, но тем не менее. Вроде все ок. Может быть вопросов в том, что Акс взял себе Вангвард первым айтемом. Но опять-таки это все на уровень догадок. Ну и самая главная причина текущей ситуации. Вот этот сноубол в кавычках от Бэтрайдера. Бэтрайдер, который отдал линию Геррокоптеру, вообще там никак не мешал Ротике и своему оппоненту. Который ушел в леса, который фиданул Думу, который еще раз умер на нижней линии. И Блинк появился очень поздно. Но даже несмотря на это, когда появился Блинк у Бэтрайдера, когда появился Блинк у Акса, Вич и Гейминг один раз только закомбинили со своим Релокейтом из Плюс Акс. И все. Потом пошел фит-фит-фит-фит-фит. Вот сейчас вот с Маке бегут они по своему лесу. У нас тут одновременно два скана. Разведка Гейминг. Рисуются тут планы, схемы, чертежи. Да, такое ощущение, как будто они играют в матче, где ничего не решается, а за первое место. Ну что, Айсайсайс ведет свою команду. Готов он уже обрываться. Даже несмотря на отсутствие Курьеры, на отсутствие Баттерфлай, все же идут вперед. Ну и сразу без церемонии на Сайлара. Но Висп делает свое дело на лоу-хп, спасая своего героя, которые пока вообще импакта в игру не приносят. Может быть не стоило его спасать. Да, сбивают здесь. На Виспа. И те и другие. Ротики, поймали. Ротики. Вечерину раз в Таверну. Ах, Бэтрайдер, Бэтрайдер, Бэтрайдер. 1-7 играет, пока очень плохо. У Сетевая также огромные проблемы. Глимс. Сбили ему телепорт. Ну и еще и Фамильяров. Можно побить. Один Фамильяр. Второй Фамильяр. Ну и третьего Фамильяра также никуда не отпустят. Нам, кстати, двум Фамильяр-то есть. Да, вызывает. Вызывает Берлик новых Фамильяров. Ну что, можно уже как-то пробовать заходить на рампу. Почему бы и нет. Там, конечно, кнопки на кулдау не уехал. Наверное, не смысл сначала зайти на Рошана. Дождаться Курьера. Дождаться Курьера с Батерклайм. Там еще Плейтмейл. Было для дома Шива появится у Ланэма. Да, появляется рефрешер у Айс Айс Айса. Есть Шива. Ну, Батерклайм Геракоптера. Ну давай, вези. Пора бы уже. И просто собираемся в миде. Нападаем на Сайлара. Пока такой себе отправился в Таверный Дизраптор. А вот и фраг для антимага подъехал. Сайлар. За Батерайдера драться не будет. Ворвался. Сетевая неплохо. На двоих. Заагрел под Блэдмейлом. Здесь еще и Виз помогает. ЛМ. Ревердж от Айс Айса. Шикарная игра. Сетевая не получилась зарубить ЛМ. Но он там приходит. Товарищ Визаж ее все-таки отправляет. Кэрри Командер. И Хоум в Таверну. Ну и Визажа здесь также должен убивать. Хотя, конечно, Фемилиарми расконтролил. Выиграл очень много времени. Там Блики. Там Блинг от Ол Чикина. И Ол Чикин готов уже заряжать стан. Блин, это же Айс Айса. Просто нужен ему Вижен. Есть Гаши. Бион Гудлайф. Драгонайт. Тим Вайп от команды Вичи Гейминг. И Ротики пишет ГГ. Да, вот такой вот турнир. Заканчивается. Уже можно сказать точно. Для Вичи. Они занимают последнее место в своей таблице. И печально, конечно, что не увидим мы их на мейн-ивенте. Честно говоря, Вичи Гейминг. В последнее время выступают, мягко говоря, кисло. Но, чтобы не выйти из группы вообще. Это, конечно, фейл. Господа, небольшая музыкальная пауза. И мы с вами врываемся на вторую игру китайского региона. Уже будем смотреть за группой Б. Ньюби против Тунфу. Ни в коем случае. Никогда не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!